Денис, компания Tigers Realm Coal освоила новый проект на Чукотке за счет привлечения прямых иностранных инвестиций. На Ваш взгляд, каковы перспективы таких проектов в России в будущем? На сегодня перспективы любых таких проектов в основном зависят от возможности привлечь финансирование и от доступа к рынкам капитала. К сожалению, сложившаяся ситуация как в угольной отрасли, так и в отраслях смежных с ней, для которых она поставляет продукцию, например, производство стали. Она такова, что рынок находится на исторически низких уровнях за многие годы. То есть это нижняя граница цикла ценового. Соответственно, те, кто предоставляет финансирование, смотрят на это с двух сторон. С одной стороны, это возможность довольно дешево приобрести активы с неплохим потенциалом развития. С другой стороны, это недоступные рынки заемного капитала для таких проектов. Соответственно, что можно посоветовать компаниям, которые развивают подобные проекты? Обратите внимание на создание долгосрочной стоимости, использовать те средства, которые есть для того, чтобы развивать ресурсную базу и максимально приблизить проект к стадии уже выполнения и исполнения добычи. И следить за рынком, исследовать новые возможности для развития. Каковы состояния и перспективы развития горно-промышленной отрасли в России в свете нынешней геополитической ситуации? Перспективы, как я уже сказал чуть раньше, перспективы, они есть, и они, к счастью, не всегда зависят от геополитической ситуации в мире в целом. На сегодня российская индустрия в общем и целом оказалась в не очень хорошем положении из-за того, что рынки традиционные, рынки капитала закрыты. Новые рынки капитала на сегодня еще не сформированы. Российская банковская отрасль привыкла кредитовать проекты, у которых есть существующий денежный поток, и которые могут предоставить некую залоговую массу для новых проектов. И это изменится нескоро. Я думаю, что перспективы заключаются в основном в том, что те проекты, которые планировалось запускать, их запуск будет отложен на какое-то время, в зависимости от того, как они смогут найти своих инвесторов. Проекты, которые развивались, скорее всего, будут завершены, в зависимости от того, что проект представляет из себя. Если это проект в высокой степени готовности, он, скорее всего, будет запущен, даст продукт, который будет продан по рыночной цене. Если это проект в стадии более ранней, то, возможно, он будет отложен к этому времени. Какими сложностями сейчас сталкиваются, на Ваш взгляд, при взаимодействии российские и иностранные компании в горной отрасли, и что бы Вы порекомендовали российским компаниям для выживания в сложившейся ситуации, в рамках российского, ну и, в общем, мирового? Я думаю, что, может быть, к счастью, речь не идет о тотальном выживании и о ситуации, скажем так, близкой к смерти, больной скорее жив, чем мертв, и, в общем, отрасли, связанные с добычей минеральных ресурсов, они в долгосрочной перспективе будут существовать, будут зарабатывать деньги акционерам и будут жить. В текущей ситуации очень важно иметь большую базу поддержки, как со стороны органов власти, так и со стороны инвесторов, так и со стороны тех, кто предоставляет ликвидность для проектов, одновременно со стороны, собственно, даже персонала. И сейчас хорошее время сгруппироваться, посмотреть на те области, в которых компания, возможно, не очень эффективна, в силу каких-то там наследственных причин или в силу сложившейся ситуации ранее, когда рынок рос, и людям было, скажем так, недостаточно времени смотреть на свою базу издержек, правильное время этим заняться. С точки зрения мировой, ну, опять же, рынки сырьевые, они довольно разные, циклы у них довольно разные. Сейчас так случилось, что очень много сырьевых ресурсов находится на нижней границе своего долгосрочного цикла. По-моему, с точки зрения развития отрасли и развития инвесторов в этой отрасли, самое время искать хорошие проекты и в них входить. Денис, и последний вопрос. Ваше пожелание в адрес юбилейного 10-го горно-промышленного форума Майнекс Рейс? Ну, я, честно говоря, за все 10 лет Майнекса первый раз на нем присутствую, поэтому, мне кажется, прежде всего, это очень хороший форум для завязывания каких-то новых знакомств, понимания того, что творится в соседних компаниях, в соседних отраслях и, собственно, такого нормального, непринужденного общения, получения каких-то новых мыслей, идей и просто там возможности провести время с в основном и всегда умными, приятными людьми. Вот, поэтому я этому форуму желаю дальше жить, процветать, отметить еще как минимум 10 раз по 10 лет, в ближайшее время 100, вот, и, собственно, как бы успехов в развитии вашего бизнеса. Спасибо. Спасибо.